Шарль Азнавур Он всегда завидовал певцам. Я говорю, так же, как всегда, певцы завидуют вам. Как вы умеете доносить песню, не обладая вокальными данными. ПЕСНЯ Что потрясающе, мода же меняется, меняются кумиры, а вот есть такие представители, которые остаются навсегда. ПЕСНЯ Он, наверное, научил нас, всех, всех научил, как, что такое любить. ПЕСНЯ Когда больно, мне всегда хочется слушать этот завораживающий тембр. Если смотреть, то совершенно завораживающая внешность. Человек, который все знает о жизни. ПЕСНЯ Шарль Азнавур, по словам его близких, в жизни молчаливый и замкнутый человек. На сцене же он кажется пронзительно романтичным и откровенным. ПЕСНЯ Большой ценитель женской красоты Азнавур покорил десятки женских сердец. И этому никогда не мешали ни его субтильная фигура, ни маленький рост, всего 160 сантиметров. Всю свою долгую жизнь он пишет и поет только по-французски. И весь мир наслаждается его песнями, иногда совсем не понимая слов, но всегда понимая вложенные Азнавуром в эти песни чувства. ПЕСНЯ О личной жизни Азнавура известно очень немного. Его романы, его влюбленности, его жены почти никогда не попадали на страницы прессы. Известно, что Шансанье был женат трижды, у него пятеро детей. Но, возможно, главной женщиной, определившей судьбу маэстро, была и остается великая Эдит Пиаф. ПЕСНЯ Случайная встреча положила начало долгим и непростым отношениям. Он был для Пиаф водителем, секретарем, помощником. Он просто был рядом везде, на гастролях, в поездках, целых восемь лет. ПЕСНЯ Я был ее автором и композитором. Я главным образом писал слова. Доверенным лицом? Нет. У Пиаф не было доверенных лиц. Скорее сообщником, чем доверенным лицом. Партнером по выпивке. Не нужно бояться слов. Надо сказать, мы это любили. В одних странах мы пили красное вино, в других пиво, а в США мы пили шампанское и главным образом одну и ту же марку. Музыкальная карьера Азнаура началась в дешевых французских кабаре. Вместе с другом Пьером Рошем они исполняли там по вечерам песни собственного сочинения. Однажды на такое выступление в кабаре случайно заглянула Эдит Пиаф и задержалась там. Так ей понравилась искренность и простота песен Азнаура. В тот вечер воробушек, как называли Пиаф, дала Азнавуру крылья и, что еще важнее, шанс взлететь. Всю ночь они пили вино и разговаривали, а под утро Пиаф предложила. Полетели со мной в Америку. Но у меня нет денег на билет, признался Шарль. Настоящий мужчина должен найти деньги сам, небрежно бросила Пиаф. И Шарль нашел. Занял понемногу у всех своих знакомых. Их неожиданный союз удивил многих. Что она в нем нашла, удивлялись одни. Себя, отвечали другие. Оба некрасивы, маленького роста, неуверены в себе, но при этом так талантливы и очаровательны. Над неказистой Пиаф смеялись, над носатым Азнавуром подшучивали. Ну куда рвется этот маленький армянин? Пиаф была прозорливей других, но и она поначалу сдержанно отнеслась к творчеству Азнавура. Шарль просто-напросто был ее секретарем. Носильщиком багажа. А затем он принялся писать песни и предлагать их Пиаф. И Пиаф взяла несколько из них. Пиаф понимала, что внешность для певца очень важна. И поэтому заставила Азнавура сделать пластическую операцию, уменьшить нос. Ради успеха Шарль был готов на многое. Ради самой Пиаф на все. Однажды они оказались в парижской пробке. А через два часа концерт Пиаф в Нормандии. И Эдит Пиаф сказала, «Я не хочу сорвать этот концерт. Садись за руль, мы должны быть там в восемь часов». Он ответил, «Это невозможно. Ты же видишь, какое тут движение. Делай, что хочешь, но мы должны быть там в восемь». И Шарль рассказывает, как он заехал на тротуар, едва не сбивая людей, ехал по ямам. И концерт начался в восемь часов, благодаря Шарлю Азнавуру, который был за рулем. Однажды Шарль прилетел к ней в Америку. А она встретила его с новым любовником. Но несмотря на новый роман, Пиаф позаботилась об Азнавуре. Предложила ему отправиться с концертами в Канаду. «Там ты точно сможешь заработать», сказала она. Шарль, как всегда, послушался Эдит и не прогадал. В Канаде его ждал успех. Одиннадцать концертов в неделю, в среднем шестьсот зрителей на каждом. Его мечты начинали сбываться. Несколько раз Шарль пытался уйти от воробушка. Дважды попадал с ней в автокатастрофы. Он терпел капризы своей вспыльчивой покровительницы и постоянно учился у нее. Он уезжал на гастроли, женился, разводился и снова возвращался к Пиаф. Уже после смерти Эдит, Шарль неожиданно вновь окажется рядом с ней. Режиссер Клод Лилюш тогда предложил ему сыграть самого себя в фильме об истории любви Пиаф и знаменитого боксера Марселя Сердана. Азнавур не смог отказаться. Меня это немного раздражало. Сначала я не хотел этого делать. Но вам знаком Шарль Лилюша? Когда он чего-то хочет, у него такой шар, что он получает это. Он был настолько полон энтузиазма, он так хотел снять этот фильм, был влюблен в него, что я сам предложил. Послушай, это пустяки. Я покрашу волосы, посмотрим, что это даст. Как и Пиаф, Азнавур легко завоевывал сердца. Он одерживал победу за победой, став кумиром не только публики, но и звезд. Женщины, находясь рядом с ним, не видели, не замечали, что Азнавур далеко не красавец. Он невероятец, поэт, обольститель, певец. Он голос народа. Его песни рассказывают о нас. Это день рождения Лайзы Миннелли. Редкий случай, когда Азнавур поет не для миллионов, а для одной женщины. Я знал ее еще молоденькой девушкой. Мы чуть больше, чем друзья, и чуть меньше, чем любовники. Лайза Миннелли специально прилетела в Париж отпраздновать свой юбилей. Я здесь, потому что знаю, он все сделает как надо. Родители Шарля, Миша и Кнара Знавурян, певец-баритон и актриса, приехали в Париж из Стамбула, когда в 1915 году Турцию захлестнула волна геноцида армян. Я по происхождению армянин. Во мне течет армянская кровь. Я представитель армянской культуры, но родился во Франции, и во мне очень развита французская сторона. И я представитель французской культуры. Все это невозможно разделить. Когда его отец пришел зарегистрировать сына в ратуше, он хотел дать армянское имя. Азнавурян. Шанур Варенак Азнавурян. Представьте себе лицо тогдашнего работника мэрии, который сказал. Шанур? Что это значит? Это не имя. Это не французское имя, месье. Может быть, назвать его Шарль? Так он стал Шарлем Азнавуром. Шарль всегда был самым маленьким, худым и болезненным ребенком. Его не интересовала улица. Он любил кинематограф. Отец часто водил сына в кино. В то время в Париже показывали советские фильмы. Мой отец хорошо говорил по-русски. Он даже подписывался на русском языке, а не на армянском. Ресторан моего отца был русским. Ресторан моего деда тоже был русским. Следовательно, туда приходили русские клиенты. То есть это привычный для меня язык, но который я не знаю. Я знаю 300 слов, но я не знаю, как их связать друг с другом в предложениях. А потом была война. Отец ушел на фронт добровольцем. В семье за старшего остался маленький Шарль. Денег не было ни на одежду, ни на еду. Чтобы заработать, Шарль продавал газеты на Елисейских полях. Торговал на рынке. А по вечерам ходил в театр маленького мира. Нацисты сочли заведение безобидным и решили не закрывать. Здесь ставили спектакли и сочиняли. Пели и танцевали. Азнавур играл в пьесах для детей. Уже в 11 лет он получил главную роль – короля Генриха III. Через 20 лет Азнавур услышит. Вы покорите мир, потому что умеете волновать. Эти слова скажет ему другой знаменитый француз – Шарль де Голь. В конце 40-х 20-летний Шарль начал выступать в парижских кабаре. Он пел про разгульную жизнь, молодых красоток и немолодых пьяниц. Азнавур делал это виртуозно. Армен Джигарханян до сих пор не может забыть одно из таких выступлений. На концерт в Ереване в начале 60-х он пришел еще студентом театрального института. Он пел какую-то песню хмельного парня. И он во время всей этой песни последней завязывал он галстук. И он завязывал, заканчивал ходить. Я тогда учился, значит, мы проходили уроки мастерства. Много позже, когда я с ним познакомился, и я ему сказал, что это меня потрясло, он сказал, я месяца три это репетировал. Но симпатии музыкальных критиков и журналистов Шарль завоевывал не так легко, как свою публику. Французская пресса в 50-е годы была жестокой и зачастую нападала на людей за их внешность. Они критиковали Жака Бреля за то, что у него были большие зубы. Позже нападали на Сержа Гинсбура за большие уши и нос крючком. На Знавуру нападали за его маленький рост, за его натреснутый голос. И даже отец Знавура не упускал случая покритиковать вокальные данные сына. В 66-м, когда Армен Джигарханян приехал на Каннский кинофестиваль, его пригласили к родителям Знавура. Он говорил, что вам нравится этот, какой-то писклявый, вы послушайте, как я пою, говорил Миша Знавур. Шарлю за 30. После расставания с Пиаф несколько лет были не слишком удачными. В какой-то момент разладились отношения со всеми музыкальными агентствами. Но судьба все-таки повернулась к нему лицом. В 1954 году он наконец-то заключает большой и серьезный контракт. Три недели он будет петь в парижском концертном зале Альгамбра. Это успех. Бывший ученик Пиаф сам стал звездой. В 1955-м Знавура приглашают выступить в самом знаменитом зале французской столицы – в Олимпии. Жан-Мишель Борис тогда был художественным руководителем этого зала. Хэтэ Сэмон впервые услышал Знавура в кабаре «Молен Руш». И тогда певец ему очень понравился. Эта программа прошла необыкновенно, потому что на каждом концерте, будь то утро или вечер, зал был всегда полон. Несомненно, шар Азнавур тогда имел большой успех, хотя его критиковали крайне строго, даже со злостью. Французская критика долго разносила Азнавура в пух и прах. Тембр голоса, трагические ноты его нервных песен – все раздражало и не принималось. Тогда в моде были простенькие песни о любви. Потому что любовь – часть нашей повседневной жизни. И речь идет не только о любви в паре, речь идет о любви во всех смыслах этого слова – отец, мать – это любовь, друзья – это любовь, и профессия – это тоже любовь. Через несколько лет Азнавур вернулся в Олимпию звездой. Теперь этот титул уже никто не оспаривал. И имя Шансонье уже не на скромных и дешевых одноцветных афишах, а на огромном фасаде самого престижного концертного зала Франции, прославившего Эдит Пиаф и Ива Монтана. Олимпия, несомненно, стала местом встречи всех звезд, которые приезжают со всего мира. Когда они приезжают в Париж, они обязательно оказываются в Олимпии. Время от времени нужно возвращаться домой. А дом – это Олимпия. Париж для нас – это Олимпия. Не знаю, сколько раз Шарль выступал в Олимпии. Должно быть, по меньшей мере, раз 10-12. И каждый раз все с большим успехом. Он шаг за шагом укреплял свою карьеру и, наконец, стал мировой звездой. Концерты в Олимпии шли в течение 12 недель. Азнавур пел в сопровождении оркестра «Поля Мария». Успех был громадным и заслуженным. Меня очень впечатлил профессионализм этого человека. Он делает свою работу исключительно сознательно. Он приезжал за 2-3 часа до начала концерта. Он работал в своей гримерной. Ему поставили там пианино. И он работал над музыкой, над голосом. Я играю на пианино по слуху, потому что это удобно для меня, когда я сочиняю. Но однажды, когда рядом мне оказалось пианино, мне пришлось выучить 3 аккорда на гитаре. Это полезный инструмент. Но это не мой инструмент. У меня нет моего инструмента. Вот мой инструмент. Покорив Францию, ознавур отправляется в Америку. Теперь его жизнь – это огни большого города. Но по улицам Америки он ходит так же неловко, как и кумир молодости Чарли Чаплин. Только над ним уже не смеются. Его любят. И за маленький рост, и за необычный голос, и за честные песни об одиночестве, старости и смерти. До ознавуры об этом никто не решался петь. Концерт проходит в Карнеги-холл. Зал полон, все песни на ура. И это уже мировой успех. Американский рынок является как бы эталоном, в определенном смысле. И существует такая, как бы, железный занавес, через который очень трудно пробиться. То есть, если говорим из Европы, то там это Аба, там Скорпионс, там еще 5-6 максимум за всю историю. Из Франции, кроме Шарля Знавура, по большому счету, никто так всерьез на Америку не повлиял, а на весь мир. Да, на международном уровне я все-таки французский певец. Меня не считают тем самым французским певцом, как это было Шевалье. Говорят, что я чувствую, как француз. Когда-то американские небоскребы казались Азнавуру недосягаемыми. Теперь на них его афиши. Азнавур покорил мир любовью. Его искренность пленяла публику и обезоруживала знатоков. В 71-м году французского шансонье ждет второй после выступления в Олимпии всемирный успех. В Венеции он получает приз «Золотой лев» за песню «Умереть любя». Азнавур тонко чувствовал публику. Он сам писал свои песни. Его слова и его чувства были близки и понятны людям. Ведь что такое французская песня? Это красиво написанные произведения. Никак не «I love you», «you love me», «good bye». Нет, это настоящая история, изложенная сильными стихами, которые нас ближают с поэтами разных стран. Он очень хороший поэт, очень штучный. Он говорит, он только один так думает, он только один так поет. Именно он только в этом месте делает паузу. «Ля боэма» – песня о сумасшедшей молодости. Она моментально становится хитом. О том, как мы были молоды, как были беспечны, хочется вспоминать всем. Это какой-то спокойный, доверительный разговор скорее. Это не пение, а разговор со слушателем. Чем и отличаются французские шансоны от наших песен. Они доверительно разговаривают со слушателем. Одна из самых известных англоязычных песен «She, она» продержалась на вершине хит-парада несколько недель. За эту песню ознавор получает золотой, а затем и платиновый диск в Лондоне. За всю историю этого не удавалось сделать ни одному французу. Но тут чопорные англичане растаяли. Из каждого лондонского кэба только и доносилось «She, she, she». Ознавур заставил весь мир петь о любви по-французски. И Франция это оценила. У него два ордена почетного легиона. И Франсуа Миттеран, и Жак Ширак отметили высшие награды республики его заслуги перед Францией. Ознавур очень быстро стал мыслить международными масштабами. Он сказал себе, я буду выступать в Нью-Йорке, в странах Востока. Я буду петь везде. И его приняли, потому что у него международный талант. Шарль Ознавур как Фрэнк Синатра. Он может завоевать любовь публики в любой стране, поскольку силы его песен всеобъемлюща. Песни Ознавура начинают исполнять и другие звезды мировой величины. Рэй Чарльз, Ширли Бэйси и Фред Астер. Детские мечты Ознавура о кино тоже начинают сбываться. Впервые он появился на экране в 59-м году в фильме «Головой об стену». Там Ознавур играет психически больного, но доброго и беззащитного человека. Он пытается сбежать из психиатрической клиники, но попытка не удается. И герой Ознавура заканчивает жизнь самоубийством. А в 1960-м году Ознавур становится кинозвездой, снявшись в картине знаменитого Франсуа Трюфо «Стреляйте в пианиста». Ты выглядишь идиотом за этой кастрюлей. Ты должен играть на концертном фортепиано в переполненном зале, а публика стоять перед тобой на коленях. Это история некогда популярного артиста, выступающего в захудалом парижском баре, где его окружают гангстеры и бандиты. Критики тогда писали. Ознавур гениально воплотил образ пианиста, который потерял все, кроме музыки. Смотрите на него. Ты с ним знаком? По-моему, мы договорились. Говорите мне вы, когда обращаетесь ко мне. Я задал вам вопрос. Кто это? В Советском Союзе Шарля Ознавура увидели в фильме Жульена Дювивье «Дьявол и десять заповедей». Он впервые вышел на экраны в 1962 году. Это, конечно, грандиозная роль, и все мы были очарованы, потому что этот фильм с великолепным переводом демонстрировался на экранах советских кинотеатров. Мы еще познакомились, нам посчастливилось в то время еще узнать Ознавура как еще замечательного актера. В 81-м Ознавур влюбился раз и навсегда и в сценарий, и в актеров. Советский фильм «Тегеран-43» – это история любви русского разведчика Андрея и французской шпионки Мари Луни. И главной музыкальной темой фильма стала пронзительная лирическая песня Шарля Ознавура. Тегеранская конференция под такой аккомпанемент этого никто не ожидал. Ознавур снова удивил всех. Как артист, как поэт, он говорит нам, что как минимум есть еще сотня вариантов этой любви. И не бойтесь не быть похожими, не бойтесь не попасть в эту колодку. В фильмографии певца и актера более 50 ролей. И престижный приз «Хрустальная звезда» за актерское мастерство. В СССР Ознавур впервые приехал еще в 1963 году. Тогда советские цензоры потребовали от него, как положено, представить заранее все тексты его песен. А нет ли в них политической или иной крамолы? Я отказался. Сказал, что никогда не даю свои тексты. Нет никакой причины вам давать тексты, так как публика все равно не понимает французский язык. Поэтому я не хочу давать свои тексты. И в них нет ничего особенного. Там есть всего лишь одна песня, которую не транслировали по радио во Франции. Она называется «После любви». Но там нет ничего политического, ничего вульгарного. Я отказался. И я был счастлив, что меня оставили в покое. И миллионы советских людей поняли его песни без перевода. Были огромные очереди за билетами на Ознавура. Все концерты шли с аншлагами. Ознавура любили в СССР. Его удивительный голос уже давно звучал с пленок катушечных магнитофонов по всей стране. Когда его диски проникли в Россию, россияне, в том числе и я, мы влюбились в этот голос, влюбились в его песни, влюбились в его страстность, даже не понимая, конечно, слов. И это очень важно, вы понимаете. Никто в России никогда, так сказать, вообще ихними песнями, в общем-то, и не увлекался. Но когда пришел Ознавур, Ознавур ополюбился. Это было в советское время, и эстрадные артисты не имели такого значения, как, к примеру, оперные певцы. Когда я поднялся на сцену, там стояла хорошая пианино, но мне оно не нравилось. А в углу стоял чудесный стенвей. Я сказал, я хочу это. Мне ответили, да, но оно для теноров. Я говорю, послушайте, все просто. Или у меня есть пианино, или у вас нет меня. И мне тут же поставили пианино. Ознавур поздравляет меня. На концерте был и Иосиф Кобзон, уже признанный и именитый. И Кобзон подпевал Ознавуру. Мне записывали на радио, вот с пластинок. Я себя потом переписывал. Тогда еще не было таких носителей, как CD. Были только аудиокассеты. И вот я со своим маленьким магнитофончиком любил дороги, пути. Слушайте, Ознавуру. Мне его переписывали на аудиокассету, и я его слушал. Со сцены зала Чайковского Ознавур пел о любви. Настоящий, искренний, вечный. На шансоне поразил советских зрителей не только голосом, но и французской элегантностью. Модель его пиджака Кобзон помнит до сих пор. Он был одет в серый пиджак, но такой современный, немножечко, так сказать, консервативно такой, подчеркнутый, интеллигентный и внешний, и внутренний. В общем, такой очень своеобразный человек. Сразу оставляет впечатление. После концерта певцы познакомились и обменялись комплиментами. Он говорил, что он всегда завидовал певцам. Я говорю, так же, как всегда, певцы завидуют вам. Как вы умеете доносить песню, не обладая вокальными данными, такими большими, как вы умеете донести до слушателя этот материал, свой рассказ песенный. В последнее время знаменитый шансонье полюбил дуэты. В 2006 году Ознавур записал на кубе новый альбом с пианистом Чучо Вальдесом. ПЕСНЯ Называется совместный альбом «Раскрась мою жизнь». «Раскрась мою жизнь» Я пою скорее с людьми, которым нравлюсь и которые нравятся мне. Мне нравится, когда есть какая-то общность, когда я чувствую, что человек, с которым я буду петь, хочет петь со мной. Я не хочу, чтобы причиной был лишь коммерческий интерес. Ознавур всегда любил удивлять. И когда он с завидной смелостью сына эмигрантов пробивал себе дорогу на музыкальный Олимп, и теперь, когда ему 85. И он по-прежнему не забывает о стиле сигара, шляпа, кабриолет. ПЕСНЯ Шарль Азнавура не пугает расстояние. Он готов отправиться в турне в любой конец света. Его постоянные путешествия и перемещения – это уже образ жизни, от которого, несмотря на возраст, он не хочет отказываться. Путешествия – это моя жизнь. Я сын эмигранта. Мы обосновались во Франции, поскольку Франция захотела, чтобы мы пустили там корни. Я не француз по рождению. У меня, естественно, французское сердце, и по бумагам я тоже француз. Я француз по складу ума. Родина его родителей – Армения – впервые принимала певца еще в 63-м, когда мало кто верил, что железный занавес будет разрушен или хотя бы приподнят. Приезда Азнавура с восторгом ждали сотни тысяч людей. На его концерт невозможно было достать билет. И зрители стояли в проходах, прижавшись к стенам зала. Все хорошие места были зарезервированы для партии. У них был первый ряд, сзади сидели те, кому удалось достать места, но у многих студентов их не было. Я поднял большой шум и сказал, мне нужно 7 мест в первом ряду на каждом концерте. Как же мы не можем? Мы пригласили министров. Я говорю, или вы найдете мне 7 мест, или я ухожу. Когда он пел маму, в первом ряду сидела его бабушка. В Армении Азнавур чувствовал себя как дома и хотел видеть на концерте родных. Потому что я хотел увидеть свою бабушку, которую я не знал, с которой познакомился здесь. Ей было 96 лет. Она сидела на одном и том же месте на каждом концерте. Рядом с ней члены семьи. Не всегда одни и те же, но она была там. Я пел, она, видно, заплакала. Но я же вам говорю, я стоял там, вот так стояли, прижавшись. И он встал на колени перед ней со сцены и дал ей платок. Студенты ждали своего кумира за стенами концертного зала. Им не хватило билетов. Студенты, которые тоже хотели увидеть меня, но не достали билетов, вырезали на стене оперного театра на фасаде. Места для партии, а Знавур для нас. Мне было очень приятно. Это очень меня тронуло, гораздо больше, чем само выступление. Конец 88-го года стал одним из самых тяжелых в жизни Азнавура. Как личную трагедию он воспринял беду, которая обрушилась на его историческую родину, Армению. Спитакское землетрясение. Утром 7 декабря 1988 года город Спитак был практически уничтожен сильнейшим за последнюю тысячу лет землетрясением. 25 тысяч человек погибли. Более 500 тысяч в декабре в 15-ти градусный мороз остались без крова. Весь мир откликнулся тогда на эту трагедию. Естественно, что в первых рядах был Азнавура. Он сразу же приехал в Армению. И когда он ходил в районе землетрясения, то он воспринимался как бы, знаете, как святой. И магическое воздействие он оказывал. Магическое в том смысле, что это морально очень поддерживало людей, которые оказались в беде. В том же году певец основал благотворительную ассоциацию Азнавур для Армении. За 10 лет организация собрала и передала Армении 30 миллионов долларов, на которые были построены десятки школ, восстановлены дома и больницы. Мы помним песню, которую Шарль спел в 80-х годах, когда в Армении произошло землетрясение. «Для тебя, Армения». Он пригласил величайших звезд французского шансона для благотворительного диска, позволившего собрать многие миллионы франков, чтобы помочь жертвам землетрясения. 13 недель песня «Для тебя, Армения» занимает первое место в хит-параде. Было продано более двух миллионов дисков. Азнавур практически каждый раз, когда дает турне, он один из концертов посвящает Армении. И средства, собранные с этих концертов, также направляются в фонд Азнавур для Армении. В декабре 2008 года Азнавур принял гражданство Армении. Его именем назвали площадь в Ереване. В городе Гюмри в благодарность установили памятник. После землетрясения Азнавур часто приезжает в Армению. И каждый его приезд событие для этой страны. В 2006 году он пел на главной площади Еревана среди слушателей президента Армении и Франции. Как вас приняли? Как меня приняли? Слушайте, я у себя дома. Вы думаете, в моей семье меня могли принять хуже? Да так же и приняли бы. На концерте в Ереване рядом с Азнавуром его дочь. Моя дочь всегда хотела, чтобы я спел с ней дуэтом. Но я этого особо не хотел, поскольку считал, что все эти семейные истории у меня, возможно, дурацкий стыд. Но я такой. Семейная история, привезти свою дочь и так далее. Я думал об этом два года. Я проходила у отца кастинг и осталась. И вот уже 10 лет с ним. Все дети Шарля Азнавура очень музыкальны. Поет и его старшая дочь, Седа. С родными Азнавур неизменно строг. Своим уже взрослым детям он не делает поблажек. Шарль не из тех, кто показывает свои переживания. У него репутация крайне деликатного человека, что иногда позволяет назвать его холодным. Неконтактный. Неконтактный. «Ой, да Вася, Петя, Буля, Муля». Нет. 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 Я считаю, что это качество, это закрытость, это качество очень самодостаточного человека. Ему достаточно того, что у него есть. Ему достаточно внимания, любви. Он... Личная жизнь Азнавура всегда была закрыта для посторонних. Лишь история взаимоотношений с Эдит Пиа в самом начале карьеры Азнавура стала известна миру. О прочих неизвестно почти ничего. Для публики Шансонье живет концертами. Жизнь его семьи недоступна для папарацци. И лишь изредка в газеты просачивались слухи о романах кумира миллионов. Но всегда без подробностей. Впервые Шарль женился в 1946 году на своей давней подруге Мишлин Рюгель. Уже на следующий год у них родилась дочь Седа. Спустя 10 лет Знаур женится во второй раз на певице Эвелин Плеси, которая вскоре родила ему сына. Но прошло еще 10 лет и в январе 1967-го Знавур женится в третий раз на молодой шведке Уле Торсель. Они познакомились в ресторане в Сент-Ропе на вечеринке знаменитого кутюрье Теда Лапидуса. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе и вернувшись в Париж обвенчались в армянской церкви. Их брак оказался прочным и долгим. Шарль и Ула вместе уже более 40 лет. В марте 2009-го года за два месяца до своего 85-летия Шарль Азнаур вновь приехал в Москву, чтобы дать концерт для своих российских поклонников. Ни одной деталью он не кокетничал, что вышел 84-летний человек и пел, и рассказывал про то, что может петь и рассказывать 84-летний человек. Это меня потрясло. Никакого кокетства, никакого допинга, никакого. Вышел, медленно вышел старый человек и пел так. Если бы я еще знал французский, по-настоящему, а не так просто какими-то намеками, конечно. Это, наверное, один из самых талантливых представителей французского шансона, тем более, что я думаю, что это просто мировая величина. Просто мировая величина. И талант, и та самая искренность, проникновенность просто его голоса, ну, она потрясает до сих пор. И что потрясающе, мода же меняется, меняются кумиры, а вот есть такие представители, которые остаются навсегда. Она остается. Потому что настоящая. Да, на века. Я делаю свою работу в России так же, как и в других странах. Но я могу сказать, и это абсолютная правда, что так как я воспитывался в русском окружении, я сохранил большое сходство с русскими. Я понимаю их безрассудные поступки намного лучше, чем другие. Всем своим детям я дал русские имена. Вот у меня дома есть мальчик по имени Миша, который шалит, как русский. И ему прощают все его шалости. В своих путешествиях по миру Азнавур снова и снова записывает дуэты. Среди его учеников даже те, кому, казалось бы, и учиться больше нечему. Это рабочие моменты записи песни «Любовь, как один день» со Стингом. Со Стингом я записывался в его средневековом замке. И это странно, так как эта песня не соответствовала той эпохе. Этот альбом дуэтов получился двойной. Английским не удалось ограничиться. Есть много альбомов с дуэтами, но этот все-таки совсем другой, поскольку я собрал главные имена с афиш по всему миру. Приходится делать двойной альбом только потому, что, как ни странно, и Стинг, и все остальные предпочли петь по-французски. «Учиться можно бесконечно», считает Азнаур. И сам учится у молодых. В нем нет и никогда не было высокомерия. Еще один дуэт с Селин Дион. Я выросла на песнях Азнаура. Вся моя семья его обожала. Мама постоянно слушала его песни. «То, что я делаю, объединяет все национальности и поколения. И так было всегда. На мои концерты, и это вам покажется странным, приходит публика, начиная с 7-8 лет, поскольку их зацепила одна песня. Песня, которая нравится детям, это прежде всего «Унеси меня», а также «Мои передряги». Почему? Почему «Мои передряги»? Да потому что это свобода сказать ругательное слово, которое обычно нельзя произносить. Они это любят. Еще один партнер Джонни Холидей, рок-звезда и живая легенда Франции, за плечами которого более 50 лет музыкальной карьеры. Я доволен, потому что доволен он. Я бы не дал каждому одну и ту же песню. Но не так важно, что я думаю и чего я хочу. Важен результат. И певец, который поет то, что любит, поет лучше, чем если бы его заставляли учить что-то против воли. Удивительно, как много Знавор работает в свои почтенные годы. И никто не посмеет сказать, что ему пора на пенсию, что он уже вышел в тираж. Разве что его новая песня снова вышла миллионным тиражом. Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то Иглесиаса и Азнавура сравнивали, считали соперниками и конкурентами. Но они думают и тогда, и сегодня, что им нечего делить. Это волшебный человек. В его глазах и страдания, и такая красота. У него есть все качества, которые должен иметь артист. Я бы сказал, что Азнавур величайший певец Европы за всю историю эстрадной музыки. Мне нужно было это сделать, и для меня честь и удовольствие петь с ним. Какое удовольствие стоять рядом с этим великим человеком. Сейчас, когда мы здесь с музыкантами, я хочу сказать, что это своего рода мечта стоять рядом с таким, как ты, с твоей силой, талантом, стилем, с тем, что ты значишь для всех нас, артистов. С возрастом? Да нет, какой возраст? У тебя нет возраста? Да есть, есть. У меня же дома есть зеркало. Когда-то сам Азнавур сказал, что прежде французский был языком любви, а теперь его считают языком нежности. Певец вновь подарил французской музыке эту высоту. Субтитры создавал DimaTorzok господин Шарль Азнавур, господин Шарль Азнавур, наконец-то вы вернулись. Мы знали, что увидим вас здесь еще. Спасибо, Шарль Азнавур, что вы согласились провести с нами еще много лет. Знаменитый парижский музей восковых фигур Гривен. Здесь только самые известные и уважаемые люди мира. Среди экспонатов Наполеон, Мадонна, Жак Ширак. Восковая фигура Шарля Азнавура впервые появилась в зале еще в 1963 году. А теперь миру представили нового двойника великого шансонье, соответственно, возрасту и новому образу. Меняется Азнавур, меняется и двойник. Ваша предыдущая фигура в музее Гривен 1963 года. Что с ней произошло? Ее, должно быть, переплавили. Вот так, чтобы это был я, но уже другой, сегодняшний. Ну что? Каково это видеть меня рядом? ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Два моих больших секрета – оптимизм и энергия. Я большой оптимист. Я убежден, что проживу 120 лет. Это и есть оптимизм. ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА